Школьное краеведение. Опыт и задачи. Под таким названием прошла встреча представителей учебно-методического образовательного центра и общества краеведов. Участники мероприятия убеждены, что сейчас главная задача это воспитать поколение, которое будет любить свой родной язык, ценить историю, культуру, литературу, свою малую и большую родины. Алексей Зименков, председатель общества краеведов Ленинского округа, считает, что учебно-методический центр – важное звено между краеведами и школами. Они являются передаточным звеном, колесиком между краеведами, которые многое уже узнали, разыскали, опубликовали об истории нашей родины, и школьниками. Краеведы собирают сведения, готовят и издают книги, а учителя передают эти знания детям. В Ленинском округе создана большая информационная база для работы со школьниками. За последние 20 лет вышло около ста изданий о родной земле. А в прошлом году на День знаний все первоклассники получили в подарок краеведческое пособие «Азбука Видновского края». Эту азбуку уникальную можно использовать и на уроках литературного чтения, и на внеурочной деятельности, и в работе школьного музея, и в научно-исследовательской работе. Спектр очень широкий. Передача знаний ученикам необходима не только на уроках, но и во внеурочной деятельности. Важен тандем, когда ребенок не просто слушает тему, а становится активным участником познавательного процесса. Это могут быть виртуальные какие-то экскурсии, а также очные выезды в музеи, в усадьбы, на территории Ленинского округа, как вы знаете, много усадеб исторических. И таким образом мы включаем ребят в познание нашего края. Школьное краеведение способствует патриотическому воспитанию, расширяет кругозор, приобщает к творческой деятельности, формирует практические и интеллектуальные умения. Поэтому обсуждение таких тем важно на всех уровнях, как государственном, так и муниципальном.